Неожиданные результаты по химии и иностранному языку в Сургуте подвели предварительные итоги ЕГЭ и ГИА. Один из учеников 18-й школы сдавал ЕГЭ по испанскому языку, изучив его самостоятельно. Причем юноша набрал хорошие баллы в письменной части. В этом году рекордное количество выпускников – 2051. Они в общей массе превзошли прошлогодних 11-ти классников по четырем предметам – физика, литература, общество знания, математика профильного уровня. Это говорит о высоком качестве программ в профильных классах сургутских школ. По русскому языку в этом году пятеро сургутян показали стабальные результаты. Эту тенденцию диктует и время. Рособорнадзор опять повысил рекомендуемые баллы для зачисления на бюджет. По разным предметам этот порог колеблется от 45 до 73. А что касается вузов уровня МГУ, там абитуриент по трем предметам суммарно должен иметь минимум 270 баллов, чтобы вступить в гонку. По некоторым предметам сургутяне показали антирекорд. Предмет химия. Это единственный предмет, по которому средний тестовый балл ниже прошлого года. И, к сожалению, выше число ребят, которые не преодолели порог из тех, кто его выбрал. Увеличение числа тех, кто выбрал этот предмет. Но не все ребята, к сожалению, которые претендовали на сдачу этого предмета, изучали этот предмет на профильном уровне. Еще раз убеждаемся, что профильное обучение, профильный уровень программ, конечно, обеспечивает более качественную подготовку, системную и соответствующую требованиям для сдачи уже этого предмета на высоком уровне, который позволяет эти результаты использовать. Чтобы повысить уровень знаний по химии в следующем году, департамент образования наметил несколько векторов работы. В том числе педагоги будут объяснять родителям, чтобы ребенок хорошо сдал ЕГЭ по химии, нужно его хотя бы с 9 класса перевести в профильный класс. Базового уровня мало. Также в Кванториуме создадут несколько площадок для лабораторных опытов. В этом году существенно снизилось количество человек, не согласных со своими результатами. 90 выпускников подали апелляции. Они есть практически по всем предметам. Из них были удовлетворены лишь 13, остальные оставлены без изменений. Как правило, бывают технические сбои при сканировании. И, возможно, нечитаемая была какая-то позиция, и поэтому эксперт мог просто не учесть. Поэтому используется вот этот вариант, когда выпускник может просмотреть, увидеть свою работу, или он уверен, что он точно этот раздел, и могла быть проблема просто техническая при сканировании.